Баракалав, знаешь какая у меня ситуация? Я как-то пытался освоить вопрос криптовалюты, как бы ознакомиться, попробовать, и если у меня все положительно сложится, как бы собрался поделиться с людьми, как это работает и так далее, и показать. Сначала хочется как бы на своем примере, то есть познать, научиться, узнать, а потом уже как бы делиться с людьми. И вот, мне много людей писало, что это гарам, куда ты лезешь, это гарам, тормози, и так ты, короче, не идеальный. Тут еще вот этот вопрос. И вот я решил поднять этот вопрос, так как подобные комментарии сбивали мою мотивацию, чуть-чуть как-то некомфортное положение ставили меня. Я решил раскрыть эту тему вопроса криптовалюты. Харам это или халяль? Во-первых, перед тем, как ответить на этот вопрос, хотел бы самому себе сделать напоминание, всем братьям, всем сестрам, Аллах в Коране говорит, не говорите то, что вы не знаете. Не говорите без знаний, это халяль, это харам, тем самым вы наговорите на Аллаху, те, кто наговорил на Аллаху, они никогда не преуспеют, это первое. Поэтому начало с этого всего, то есть такое некое напоминание, потому что часто на сегодняшний день, брат мой уважаемый, любимый, дорогой брат, в мечети и так далее, и на улице видишь, когда люди без знаний говорят, не зная о той или иной вещи, не изучив её, легко говорят харам, всё. А харам сказать самое лёгкое, не изучив вопрос, сразу запретить это самое лёгкое. И почему-то такой стереотип у людей сложился, если человек много говорит харам, то он набожный, то он богобоязненный и так далее. Хотя в основе, если посмотреть на дозволенную вещь, на халяль, сказать харам, это намного опаснее, чем сказать на харам халяль. То есть, например, если сказать, что вода харам, это опаснее, чем сказать, что алкоголь халяль. Почему? Потому что есть такое правило, основа во всех вещах это дозволенность. Когда приходит запрет, когда приходит харам, тихрим, когда приходит запрет на недозволенность. Например, почему свинина харам? Потому что запрет есть в Коране. Почему алкоголь харам? Потому что запрет есть. Но если запрета нету, и человек говорит, что запрещено, То есть он от себя запрещает, решая за Аллаху Субхану Ва Та'ля. Аллах в Коране говорит, «Куль ман хар рамазин это Аллах, лати ахража ли аибади, вот поебать именно риск». Скажи, Мухаммад, кто может запретить все то благое, которое Аллах сделал для своих рабов, и все благое из риска, красоту, которую Аллах Субхану Ва Та'ля сделал для верующих, дозволено из удела. Кто может запретить, если Аллах Субхану Ва Та'ля это разрешил? Это как общее правило, перед тем, как мы перейдем в основной вопрос крипты. Что касается криптовалюты, касательно, вот как я скажу, я сам как бы не покупал, не продавал и так далее, не занимался этим вопросом, как бы больше направление другое, там вопросы Ахейда, вопросы Кирата, Коране и так далее. Но мы здесь, хотел бы, что говорят вообще ученые в этом вопросе. Тут ученых разделяется на три мнения. Одни из ученых говорят, что это харам, запрещено. Почему? Потому что криптовалюта это ля накт вуаля сина. То есть они говорят, что криптовалюта, это не кэш, их потрогать деньги нельзя, и это не является товаром, то есть это не товар, который можно купить. Поэтому здесь это еще ранее, ранее такие были мнения, поэтому, наверное, вот эти братья, которые говорят, что харам, они берут это мнение. Есть другое мнение, что ибах разрешено, дозволено. Дозволено почему? То, что это дозволено, и ахирам, дозволено. Потому что некоторые страны признали это как валюту. И можно где-то есть обменные банки. Даже сегодняшний день, когда в Стамбуле пролетаешь, обратите на улочках Стамбула, везде крипта, крипта, биткоин и так далее. Почему? Потому что Стамбул, это самый такой перевалочный пункт, где пересадки много, то есть с одной стороны в другую, к стране куда-то летают. Уже видно, как-то переходит это все. И видно, что в этом будущее, что уже сейчас, вот даже у нас братья ездили на умру, расплачивались криптокарты, вот это крипто, и они расплачивались. И в Саудии принимают это уже. То есть видно, что, понимаешь, что все идет туда. Вот эти вот разные там, оплачивают через вот эти перкоды и так далее. Все из-за того, что вот и постепенно, постепенно страны это принимают уже как за основу. И третье мнение, это талаккуф, останавливаются некоторые ученые, не дают, не говорят ни халя, ни харам, ле аиды в бухе роя. Потому что еще не конкретно, не ясна картинка. Но мы знаем, что в Шариасе от талаккуф то есть остановиться от чего-то, не сказать халя или харам, это не является шариасским хукмом. То есть это не является шариасским законоположением. Поэтому здесь, мне кажется, каждый для себя сам решает. Каждый сам для себя решает. Медяные мнения разделяются. Даже есть те, которые раньше запрещали, они сейчас дозволяют. В любом случае, это вещи меня навазили. Навазили это в Шариасе. То есть вещи, те вещи, которые не были во времена посланника Аллаха, а сейчас постепенно они появляются. И в Шариасе есть на все ответ. Асхак. Асхак. Но вот есть три мнения, правильно сейчас получается, да, в этом вопросе? И вот если я беру для себя мнение, что это халяля, то такое мое положение. потому что ты не можешь, ты взял мнение ученых, которые ссылаются на Дали, или на доказательства, на Иштих, и ты берешь это мнение, оно тебе приезжает. То есть все, вот ихтиляф, как сказал Али и Бен Аби Талиб, уля уля ихтиляфы, и уля ихтиляфы, и уля ихтиляфы, и уля ихтиляфы, и уля ихтиляфы, это вопрос фикха. Если не было бы разногласий среди людей, люди бы жили бы скомканно. Поэтому, аль-хамдур, кто... Прости, прости, пожалуйста, брат мой, за то, что я предъявил. То есть, вот если я беру так же мнение ученых, что это харам, твое право, но ты не можешь навязывать другим. То есть, ты это взял, то есть, ты это взял, но ты не можешь навязать свое мнение другим. Потому что это, это, это не есть такое конкретный уже, например, закон, как про Аллах в Коране, говорит, приказ, читайте намаз. Ты уже не можешь там сказать, может быть, можно или нельзя. Или там, айду с закат, уплачивай с закат. То есть, конкретный далиль из Корана, конкретно есть на это доказательство. То есть, нету в этом разногласия. А это все иштихат уль-улама. Это, так скажем, мнение, старание, то есть, ученых. И как сказали, как мы знаем из хадиса, то, кто делал иштихат и сказал правильно ему две награды. Одно старание, то, что этот вопрос изучал, вопрос и ошибся. Ему одна награда за то, что он делает иштихат, за то, что он делает некое старание в изучении того или иного вопроса. Поэтому, вот это тоже, это другая уже проблема, брат мой дорогой, когда люди хотят, например, там, вопросы какой-то фикха, ему это ближе, и он хочет этот вопрос навязать другому человеку, тем самым забывая, то, что вопросов, разногласий много в вопросах фикха, и ты не имеешь права свое мнение навязать другому. Тебе оно ближе, альхамдулля, там, другому человеку ближе то у меня, альхамдуллю, в итоге это все вопрос, не откуда это взято. То есть, если я, то есть, если я ознакомлюсь с криптовалютой, снимаю это там и так далее, показываю, как это работает, в этом праве нет. Даже некоторые ученые пришли к тому же, брат мой дорогой, то, что, раньше те, кто пока останавливались, не давали какую-то фетру, потом они дозволили, потому что не знали, как с него платить за кят. А сейчас то, что есть банки даже, вот в Стамбуле, в том же самом, в Стамбуле есть, где можете обналичить и так далее, и с этого выплачет закат. Поэтому, альхамдуллю, вопрос так у вас, широкий вопрос. Альхамдуллю, джизакаллах, мой дорогой любимый брат. Теперь перейдем к вопросу. Я думаю, время еще покажет больше. Пройдет время, и уже, когда уже еще больше станет, это уже, мы найдем ответ уже полностью там, инчаля.